здравствуйте дорогие друзья сегодняшний ролик я назвал ссср что это было это чистый проект западного крупного капитала это была попытка посадить большую часть мира на короткий поводок лишив частной собственности но на западе это не реализовалось все мы помним устремление троцкого ну и собственно все эти идеи мировой революции они не воплотились в жизнь что касается самого октябрьского переворота то вы помните прекрасно как бескровно произошел он и все это тоже наводит на определенные мысли потом уже в ходе истории мы увидели какие огромные средства выделялись и сколько помощи получил советский союз от западных стран и техника и документации там всевозможные какими-то инвестициями в экономику неп это был вынужденный шаг назад нам говорили что ну в советской историографии что он был связан с тем чтобы накопить там какие-то средства чтобы сформировать начальный капитал но это все знаете такие объяснения которые довольно сомнительные ну и тянут только на уровень там я не знаю начальных классов средней школы что касается начального периода войны тут написано очень много всего и вы и без меня это прекрасно все знаете что касается сталинского времени нужно сказать что после 45 года советский союз конечно накопил очень много сил военной прежде всего и поэтому уже почувствовав уверенность в себе сталин выходит из некоторых там международных организаций но вот частности он вышел из всемирной организации здравоохранения в 54 году сталин скоропостижно умирает очень странной смертью надо сказать и возглавляет страну хрущев хрущев возвращает страну во всемирную организацию здравоохранения начинают строить здесь разные институты начинают изучать вирусы потом начинают людей обкалывать причем вы знаете не спрашивали тоже ни у кого желание там и так далее все это делалось в обязательном порядке а потом это происходило по моему до восемьдесят второго года а потом вдруг перестали этим заниматься но как я вот спрашивал мне рассказывали что где-то перестали а где-то и не перестали но что касается хрущева то он кардинально развернулся страну сторону капитализма и здесь можно вспомнить косыгинские реформы можно вспомнить и те преобразования которые он провел в сельском хозяйстве в общем он разрушил все те наработки все эти механизмы которые создавал сталин и огромную ну а в общем огромную такую деструктивную функцию огромный вред он нанес экономике советского союза провел денежную реформу с именем хрущева связан дефицит очередяй там ну и в общем все вот это вот весь этот ужас связан с именем хрущева то есть хрущев хрущев повернул страну в сторону уже капитализма основательно ну и потом вы помните фигуру горбачева много вопросов почему никто его не сместил он оставался и продолжал заниматься тем чем он занимался ну тут еще пару слов я хочу сказать по поводу символики посмотрите на символику советского союза она полностью вся масонская вот эти вот красные звезды и пятиконечные огонь до серп и молот это все масонские символы и люди которые очень верят в коммунизм социализм их сразу начинают бесить и 3 тревожить и корежит от таких вот речей да но это факт это факт и что касается последних дней советского союза то мы помним что как по щелчку пальцев до все старые там 15 республик но не все 15 там было меньше конечно сначала кто вошел в ссср дружно организовав такую общую семью народов также по щелчку пальцев можно сказать практически в одно время они вышли из состава ссср это все говорит о том что это была команда сверху это была команда сверху потому что не бывает так чтобы какие-то странные вот ну у всех разные интересы да у всех разные интересы у всех республик и кто-то должен быть хотя бы проводить какие-то долгие дискуссии выходе дезинтеграции так далее но все получилось очень и очень быстро и так вот единодушно все это говорит о том что это был проект и поэтому мы видим вот такую внезапную сборку в советского союза и потом такой единодушный распад финале кстати вот еще я не сказал по поводу хрущева передачи крыма да все списывали это на какую-то нераспорядительность на идиотизм самого хрущева но это все знаете такие объяснения они наверное рассчитаны на ученика первого класса что крючев был идиотом что он не понимал что он делает там и так далее на самом деле все он прекрасно понимал просто он выполнял задание определенное и все его решения связаны с тем что за ними стояла определенная воля и если принять вот эту точку зрения то тогда все становится логично а списывать знаете все на идиотизм это ну глупее всего и проще всего но вот просто вам никогда не казалось странным что собрались там три или четыре мужика до белорусской пущи и распустили советский союз и никто на это никак не реагировал вам самим это не казалось странным что такое возможно это на уровне идиотизма или на уровне какой-то на уровне какой-то сюрреализма это все происходило но это происходило но все становится на круги своя если принять версию о том что над этими людьми стояли более серьезные фигуры более глобальные фигуры которые курировали весь этот процесс и тогда не важно кто там сидел в беловежской пуще там мог сидеть кто угодно абсолютно кто угодно от этих людей ничего не зависело они были лишь исполнителями вот тогда все становится на круги своя и все приобретает нормальный адекватный смысл что касается дальнейших наших перспектив то мы уже видим что случилось и с проста а ничего просто так не бывает друзья не стоит думать что это была какая-то ошибка или что-то еще никакой ошибки не было все на таком уровне ошибок не бывает когда целый полуостров отдает отдается в подчинении украине причем без всякой на то надобности ничего просто так не бывает и я хочу сказать что вы увидели это все в будущем как это все сыграло во что это вылилось и вплоть до сегодняшнего дня на этом дорогие друзья у меня сегодня все всем спасибо за внимание и до новых встреч субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok